Новости на телеканале Губерния 33 Три комбинезона, три пеленки и три чепчика. Тимофей, Злата и Есения – первые тройняшки, которые родились в Владимирской области за последние пять лет. Тимофей – крепкий малыш, родился весом почти в два килограмма. Мама говорит, он самый спокойный и стройный. Злата отстала от брата всего на 60 граммов. А вот Есения – самая маленькая. На свет она появилась последней. Конечно, я была в шоке. Мне потребовалось время, чтобы принять данную ситуацию, что их трое. Но со временем, конечно, я поняла, что все мои. На выписке маму с тройняшками встречают родные и близкие. Супруг Дмитрий рассказывает, многоплодная беременность стала сюрпризом, но приятным. Я такой, да ладно, не может быть такого. У меня столько эмоций сразу. Я думаю, что все, у меня даже маленькая плоховатенькая стала. Я думаю, как так заряд сразу. Беременность тройней по праву считается сложной. С первых недель жительница Коврова была под наблюдением специалистов областного перинатального центра. Все было сделано как надо. Мы тянули эту беременность до 33 недель и нескольких дней, как это и полагается по протоколу Минздрава, чтобы получить жизнеспособных деток. И вот прошел месяц, и сегодня мы их выписываем из нашего учреждения. Сначала, конечно, мама участвовала в ее жизни, это акушерогинекологи. Потом участвовали неонатологи-реаниматологи, да, то есть стабилизировали детей. И потом, когда они в отделении реанимации стали достаточно стабильные, не стали нуждаться в дыхательной какой-то поддержке, они были переведены ко мне. Все это время тройняшек ждали дома. Дедушка Михаил часами рассматривал фотографии. Говорит, Тимофей Злата похожа как две капли, а вот Есения особенная. Только у нее на ладошке родимое пятно. Только какие, я еще не понял ничего. То есть, маленькая, плохо. Я не знаю, надо по родимому пятну определить. Ну, скорее всего, наверное, самая маленькая моя. Сегодня в областном перинатальном центре и первые лица региона о рождении тройни событие особенное. Это девочка. Вы скажите, это первое время. Папочка молодой, смотрите, ответственность вся на вас лежит. Мы вас верим. Это у нас злата? А мы будем вас... Это злата, черная девочка. А именно такие интересные. Где мама? Так кто называл? Папа называл девочку? Искренние пожелания сопрождают подарками для многодетной семьи. Родителям подробно рассказывают о положенных мерах социальной поддержки. Их много, в том числе, единовременное пособие при рождении троих и более детей. С учетом всех начислений, да, и индексаций, получилось 147 тысяч. Возможно, возможно, так как мы создали совместно с губернатором по его инициативе Координационный совет, мы начнем вот ближайшие дни, он нам соберем его и будем, ну, анализировать, смотреть, может, какие-то новые инициативы. Одна из них может быть по повышению как раз этой суммы. В 2024-й президент России Владимир Путин объявил годом семьи, поэтому поддержка обязательно, в том числе, федеральная. В Госдуме уже рассматривают новые законодательные инициативы. А пока многодетных родителей из Коврова заверяют, они всегда могут рассчитывать на помощь областного правительства. Александр Инин, Евгений Волкова и Дмитрий Шаталов. Во Владимирской области будут развивать спортивную борьбу. В соглашении об этом подписали глава региона Александр Авдеев и президент федерации Михаил Мамиашвили. Региональную федерацию возглавит вице-губернатор Сергей Волков. В ближайших планах строительство Владимиря областного центра спортивной борьбы. Он разместится на Суздальском проспекте 8. Проекты смета уже готовы. Правительство Владимирской области рассчитывает привлечь федеральное финансирование. В регионе спортивной борьбой занимается почти 2500 жителей. В прошлом году 16 наших борцов входили в состав сборной России. Сегодня в Патриотическом сквере во Владимире установили новые экспонаты. Один из образцов военной техники – легкий танк времен Великой Отечественной войны, Т-60 и бронетранспортер, который применяли в Афганистане БТР-70. В ближайших планах установка еще нескольких образцов, в том числе вездехода и боевой машины реактивной артиллерии. В народе она известна как легендарная «Катюша». Первые экспонаты в парке «Патриот» появились в 2021 году. Сквер должен стать не просто общественным пространством, а точкой притяжения, где можно узнать о героическом подвиге нашего народа в разные эпохи. Продолжаем выпуск. Во Владимире семье, проживающей в Арином доме, предоставили муниципальное жилье. Но переезжать в квартиру люди отказываются. Решение о переселении семья обжалует в Владимирском областном суде. В проблеме разбирались мои коллеги. Дом 63В на улице Большая Нижегородская признали аварийным еще в 2017 году. Крыша протекает, а стены и потолок покрыты плесенью. В таких условиях живет семья Дроздовых. Она не только цветет, она влажная вся. То есть вот здесь это дорогие обои французские. Я покупала французские хорошие обои. То есть если бы не хорошее качество, это все бы давно отлетело. Смысла не вижу здесь что-ли переделать. Это две недели, и оно обратно вот так зацветает. Ольга Дроздова говорит, в первую очередь она переживает за свою двухлетнюю дочь. В квартире холодно. Женщина считает, что в том числе из-за этого девочка постоянно болеет. Смотри, да, кто там, дядя? Ой, сладкий. Спасибо. Администрация города предложила семье Дроздовых переехать в четырехкомнатную квартиру на улице Студенческой. На ремонт жилья муниципалитет потратил около миллиона рублей. Застеклили балкон, установили новую сантехнику, газовую колонку и плиту. Но Ольгу не устраивает качество ремонта. По словам женщины, в квартире отходят обои. Я так думаю, если пройтись по всем комнатам, там будет то же самое. Но в первую очередь Ольгу смущают размеры квартиры. Женщина считает, что комнаты слишком маленькие, а площадь кухни всего пять квадратных метров. Для семьи из пяти человек такая квартира непригодна, говорит женщина. Если мы вот здесь поставим, допустим, холодильник, здесь уже не поставится обеденный стол. Либо стульчик для кормления, либо стол. Также установка кухни невозможна. Решение о переселении Дроздовых вынес Фрунзенский районный суд. Семья, недовольная новым жильем, подала апелляцию. На прошедшем в областном суде заседании решения принято не было. Заверенные копии документов, подтверждающих проведение ремонтных работ в данном жилом помещении. Поэтому просим приобщить к материалам дела. Во Владимирской мэрии отмечают, предоставленное подговору социального найма квартира соответствует всем нормам. Собственно, это и подтвердил Фрунзенский районный суд. Администрация города действует в рамках действующего законодательства, исключительно в целях защиты жизни и здоровья граждан. Поэтому позиции администрации по этому делу остаются неизменной. Но на сегодняшний день судебное заседание объявлено перерыв в следующем заседании. Судебный процесс продолжается. Следующее заседание назначено на 15 февраля. Ирина Начарова, Дмитрий Базаров и Дмитрий Шаталов. В Владимирской области реализуются пилотные проекты по комплексному развитию территории. Шесть муниципалитетов уже внесли изменения в рогоностроительную документацию в части определения границ таких участков. Это города Владимир, Радужный и Собинка, а также Камешковские, Селивановские и Юрьевпольские районы. На сегодняшний день в регионе строят 194 многоквартирных дома. 50 из них должны сдать в этом году. За подрядчиками со стороны правительства Владимирской области установлен жесткий контроль. Дома должны быть сданы в срок, к дате, которая указана в контрактах. Сегодня во Владимирском технологическом колледже состоялся финал 20-го областного конкурса профмастерства среди работников ЖКХ. Свои навыки продемонстрировали аксакалы отрасли и молодые специалисты. Илья Морозов расскажет подробнее. В финале конкурса 66 победителей муниципальных этапов. Это слесари, сантехники, электросварщики, дворники, операторы котельных и электромонтеры. Всего за 20 лет в конкурсе приняли участие более 2000 специалистов из 170 организаций области. Есть участники, которые в том году заняли первое место. Они в этом году повторно участвуют. Есть участники, которые четвертый раз участвуют. То есть первый раз у них было менее удача, ничего не получили. На второй раз они заняли уже место. То есть в тройку вошли. И в том году уже есть даже первый место. Сегодня специалисты подтвердили знания теории и доказали мастерство на практике. Задача – набрать как можно больше баллов. Отходим к помещению, что вы сдали. И приступает их сварка, чтобы все были в одинаковых условиях. То есть у нас изделие сварится под угром 45 градусов. Представители комиссии отмечают – такие профессиональные конкурсы очень важны. Во время практических заданий мастера сталкиваются с интересными и сложными задачами. Без основательной подготовки, детального изучения инновационных методов работы на конкурсе делать нечего. Люди стремятся показать наилучший результат и выступить как можно лучше. То есть это не только относится к матерым работникам, но и прежде всего к студентам. Тоже наблюдается интерес к этой профессии среди студентов, что очень немаловажно, учитывая нынешнюю ситуацию. Организаторы конкурса говорят, студенты не отстают от профессионалов. Иногда набирают больше баллов, чем специалисты со стажем. Участие в конкурсе – это мощная мотивация учиться и оттачивать профессиональные навыки. Есть желание победить. Все хорошо, все нравится. Все дисциплина, можно по-моему, так скажем. Куренция очень сильная. Все готовятся, все очень долго практикуют. Так что надо стараться. Сейчас намерен на победу. Жилищно-коммунальная сфера – одна из самых сложных и важных отраслей. Именно поэтому подготовке кадров в регионе уделяется особое внимание. Важно, чтобы молодой человек после колледжа работал по профессии. В состязаниях испытали себя 23 студента. В скором будущем они станут высоко квалифицированными работниками сферы ЖКХ. Когда студенты участвуют в этом конкурсе, они видят, что в профессии ЖКХ очень востребованы. Они тянутся за людьми, которые работают в этой профессии. И когда они общаются между собой, даже на этих конкурсах, они хотят быть первыми, они хотят побеждать. И это действительно является стимулом для того, чтобы быть лучшими в сфере ЖКХ. Победители конкурса ждет не только денежное вознаграждение. Лучший специалист будет удостоен звания «Мастер земли Владимирской» Илья Морозов и Артем Михайлюта. И к другим новостям. Во Владимирской области меценатом года в сфере культуры признан Сергей Аникин, генеральный директор компании «Дау и Залан». Распоряжение подписал губернатор Александр Авдеев. С 2017 года предприятие помогает Владимирской художественной школе. По решению главы региона отмечены заслуги и гендиректора компании «Газпром распределения Владимир». Алексей Конышев удостоен региональной медали за трудовые заслуги. В прошлом первый вице-губернатор. На посту руководителя компании он работает с 2018 года. Сегодня Алексей Конышев отмечает юбилей. Ему исполнилось 60 лет. И к другим темам. Владимирские дачники уже начали готовиться к сезону. В торговых точках они закупают семена. А сотрудники Россельхознадзора выходят в рейды, чтобы проверить качество продаваемого товара. Подробности далее. Некачественные семена могут расстроить даже самого добросовестного дачника. Растения не взойдут или погибнут в начале прорастания. А еще некачественные семена могут стать причиной плохого урожая даже в идеальных тепличных условиях. Контрафактный товар во время рейдов выявляют сотрудники управления Россельхознадзора. Регулярно проводится контроль надзорные мероприятия, в том числе выездные обследования. За соблюдением индивидуальными предпринимателями требований законодательства в сфере семеноводства. Проводится это в виде визуального осмотра. Мы подходим, смотрим на семенной материал, визуально осматриваем продукцию. Старший госинспектор отмечает, при покупке семян нужно внимательно прочитать информацию на упаковке. Производитель обязан указать наименование сорта, номер партии и массу. А главное, дачникам советуют выяснить, входят ли семена в госреестр сортовых и гибридных сельскохозяйственных растений. Сделать это можно на официальном сайте госсорткомиссии. Здесь на прилавке мы видим семена. То есть любой покупатель даже может при покупке семян зайти на сайт. Если, предположим, захочу я как покупатель купить томаты Лирика, то я также могу зайти на этот сайт, внести наименование этой продукции. Через поисковик найти, и он мне как бы находит. Есть тыква, есть наименование томата овощной. Всё хорошо. То есть он включён в государственный реестр. С начала этого года сотрудники управления Россельхознадзора уже установили 38 нарушений. Выявлено более 250 сортов, не включённых в госреестр. Инспекторы отмечают, это очень высокий показатель. Берут разные, но мы семена привозим те, которые с спросом требуются. Они нам заказывают, и мы привозим. Даже некоторым уже семена в госреестр не входят, но люди просят их. Мы их привозим. Торговля такими семенами является нарушением. Инспекторы объявляют продавцам предостережение. Если на прилавках этой же торговой точки вновь будут обнаружены некачественные семена, владельцу придётся заплатить штраф. Алексей Дудин, Илья Морозов, Артём Михайлюта. 32 миллиона рублей отдали аферистам за прошедшую неделю жители Владимирской области. В полиции зарегистрировано 70 преступлений. Мошенники использовали IT-технологии. Житель Мурома перевёл аферистам 2,5 миллиона рублей. А семья из Александровского района лишилась почти 3 миллионов рублей. Людей убедили в возможности дополнительного заработка онлайн. По всем случаям возбуждены уголовные дела. А эксперты Владимирского отделения Банка России предупреждают о новых схемах фишинговых атак в мессенджере Телеграм. Злоумышленники захватывают аккаунты пользователей. Владимирцам приходят сообщения якобы из службы поддержки. В сообщениях обычно говорится о проведении масштабного обновления системы безопасности для защиты данных пользователя. Для этого Владимирцам предлагается перейти по фишинговым ссылкам. Если они это сделают, то они рискуют потерять доступ к аккаунтам или каналу. Применяют мошенники и старые схемы фишинга. В Телеграм-каналах пользователям приходят сообщения с просьбой проголосовать за участников детских и других онлайн-конкурсов. Когда человек переходит по ссылке, аферисты запрашивают у него данные и перехватывают управление аккаунтом. Для дополнительной защиты аккаунта в мессенджере Телеграм нужно установить двухактную идентификацию в настройках. Это пароль, без которого никто, кроме вас, не сможет подключиться к вашему аккаунту с другого устройства. Сегодня в ЛГУ представили новые разработки. Лазерные технологии предлагают использовать для ремонта железнодорожных рельс. Представили ученые новый вид легкого бетона из переработанных материалов. Мои коллеги расскажут подробнее. Специалисты Владимирского госуниверситета предложили использовать лазер для ремонта и изготовления железнодорожных рельс. Ноу-хау позволяет свести до минимума брак и уменьшить стоимость ремонта. Последние тесты показали, рельсы, сделанные с помощью новой технологии, выдерживают нагрузку на 30% больше норматива. Дело в том, что лазерные технологии имеют маленькую зону термического влияния. И за счет этого изменения внутри материала происходят на незначительном объеме или размере. Поэтому это, естественно, позволяет материалу лучше укладываться на другой материал. 1 марта должны отдать первую партию готовых уже натурных образцов для укладки их в путь. Еще одна новая разработка – костробетон из переработанных материалов. Таких, как техническая конопля и лен. Еще пару лет назад костробетон делали методом прессования. Но наука не стоит на месте. Материал стал самоуплотняющимся. Текучее вещество заполняет форму и затвердевает. Костробетон сам по себе – это все-таки небольшая такая прочность. Но мы стараемся достичь хороших показателей, чтобы состав сам по себе имел высокое применение. Также теплопроводность. То есть это один из основных пунктов, который был. И также плотность состава. То есть, чтобы облегчить конструкцию и теплопроводность была минимальная. Также ученые в ЛГУ работают над проектом по переработке отходов, которые остаются после сноса зданий. На основе вот этих отходов получение новых строительных материалов. Не только возвращение их на строительство, но и получение таких материалов, как химически стойких, маслостойких материалов для выстилки полов, химических производств, заправок, нефтеперерабатывающих каких-то предприятий. В УЗИ порядка 80 перспективных разработок. Одна из них касается импортозамещения. У нас сейчас действует коллектив, который пытается просчитать новую топологию микросхем. То есть вот процессоры, которые надо заменять, импортозамещение провести, надо же сначала разработать их архитектуру. В УЗИ основной упор делают на фундаментальные исследования. Польза от их применения становится очевидной со временем. В основном это математические расчеты, которые в дальнейшем будут использоваться для создания новых технологий. Алексей Дудин, Дмитрий Базаров и Татьяна Семенова. А во Владимирском информационном центре по атомной энергии состоялась битва молодых ученых. Пять спикеров всего за 10 минут должны были рассказать о собственных исследованиях. Сделать это надо было в доступной и интересной форме. В творческом состязании сошлись юрист, археолог, инженер-технолог, физик-лазерщик и энергетик. Лучшим спикером был признан Сергей Антипин. Он продемонстрировал, как наука может помочь избавиться от перебоев с электричеством. Победители выбирали аплодисментами, громко замеряли шумомером. Был рад сегодня выступить перед аудиторией студентов колледжа. Снова своей темой ПУЭ, почему утекает электричество. Выступал уже до этого на аналогичном Science Slam, выиграл перчатки. Сегодня удалось снова победить, завоевать доверие аудитории. Сегодня они за меня проголосовали. Битва молодых ученых – одно из самых ярких событий, посвященных Дню российской науки. В Владимирской области оказывается всесторонняя поддержка молодых и перспективных ученых. Выделяются гранты и стипендии. В регионе успешно действует пять IT-кубов. Расширяется сеть технопарков «Кванториум» и точек роста в школах. Мероприятие является стартом, открытием нашего областного марафона «Владимирская область. Территория знаний». К марафону присоединяются школы, университеты, предприятия. Пройдут лекции российского общества знаний. Продолжается прием заявок на гранты молодым ученым из бюджета Владимирской области. Вы еще можете успеть подать свою заявку и получить финансирование именно вашего исследования. В ночь на 10 февраля наступит Новый год по лунному календарю. Он пройдет под знаком зеленого деревянного дракона. Снежная скульптура этого мифического животного появилась в Каланчевском переулке города Юрьевпольский. Фигурки дракона по давней традиции создают и мастера Гусевского хрустального завода. Этот экземпляр с острой алмазной гранью из коллекции елочных игрушек. Автор-художник Наталья Любимова. Именно она создала хрустальную снежинку, символ новогодней столицы России Суздаля. На заводе уже готовится. К 2025-му создают фигурки к воду змеи. На этом наш выпуск завершен. За развитием событий следите на сайте trc33.ru в социальных сетях. А если у вас есть интересная информация, звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Через несколько минут эфир продолжит программу «Здесь и сейчас». Я с вами прощаюсь. Всего доброго, хороших выходных.